блин а может не пора бы уже выпускать ролики по играм о которых просят зрители deus ex system сосисти механоиды аркану космические рейнджеры урожайск обожаю моменты когда для ролика я выбираю игру забытую многими и забытую настолько что стоит нее показать как нет и говорят о ютубе ты вспомнил конечно ты что за этой игрой в гробницу лес ты чё ацтек не вообще лес за индианы в жбанцем оказалось что игра регионально несовместима своей консолькой вот это я отсосал эти рассказывал про мэтт ворлд я даже ставил эмулятор чтобы посмотреть на все черно-белые двору крачи разрабы своем сознании настолько преисполнили что решили а давайте сделаем жестокую кровавую игру с матюками абсолютно шизоидным сюжетом и выпустим ее на нинтендо вей а потом дружно сделаем удивленные лица когда игра по продажам нас рёт штаны на самом деле платину до на семейной консоли выпускать такую игру только на ней было глупо games это абсолютно уникальная студия пока никто в разрабам достаточно одной неудачной игры чтобы оказаться на грани закрытия платину мы спокойно выпускают финансовые трагедии одну за другой и при этом выживали за счет единичных удачных по прибыли самородков рассчитанных на инцельных сперматоксикоз ников и что самое обидное в отношении мотворл так это то что ничего не предвещало беды вы только вдумайтесь кровавый маскулинный битмап стилистики города грехов от продюсера не менее шизоидного год хэнд и при всем при этом игра выходит на мега популярную вий эта игра буквально должна была спинка ворваться в чарт и сломать всем остальным играм колени ну давайте давайте промыть волк вот там разрывает второй босс понимаешь там такой анимешник а вот такой раздражающий анимешник понимаешь кто-то из нижнего интерната для вражденцев может в словах патриарха и усомниться но так-то хорошего мнения могли придерживались почти что все игровые издания и это при том что тогда были времена адекватные так что этим оценкам можно верить в отличие от этих сама игра вышла в марте 2009 года и разумеется я лично ее тогда не застал ибо у меня не было бить у меня был икс бэкс однако я помню как видел про игру инфу на геймлэндв и хрена не было кроме пока это резиня моя хотеть в это поиграть попутно трогая себя за чресло в итоге играл я только 2020 году на вию и честно сказать от увиденного я знатно так прихренел но обо всем по порядку в первую очередь знаете что плавно запускаем игру лицезрем предисловие в ходе которого узнается что некий джефферсон айланд незавидном положении все пути в город закрыты в самом городе творится некая дичь под музыкальную тему брекфаста из полнометражки пиви окружающие люди в глубоком шоке от происходящего о боже на самом же деле в городе некими лицами устроен самый настоящий батл рояль между жителями эдакий анимешный царь горы под метадоном превращенный в мировую развлекательную передачу для дэд инсайдов транслирующийся на твиче ютубе гудгейме и прочих мировых площадках ха случись такое у нас то мы бы всем российским интернетом отправили бы туда выжилинка ко всему происходящему еще привяжите различные букмекерские конторы спонсоров различных и тогда картина будет вам абсолютно ясна разумеется на деле там дела куда более неведомые и ябнуты новый подробности событий категории г мы узнаем куда позже благо нам сразу же показывают кадры жизни внутри города из чего я понимаю что все досускал на и же упростить лишь сказав что джефферсон айленд превращен в подольск я помню даже парку прошел в игре ну да и тут игра наконец-то решает представить нам главного герой тут банальная проблема в том что на view разрешение далеко до full hd там на максимум hd было поэтому она если бы я к тому что если бы она допустим было full hd но смотрелось лучше появляется он джек суетах хотя лично я буду называть его жекой дорогие евгением если вы сеть я понял я тоже забыл кот сделал сейчас смотрите то можете спокойно ставить эту моську на аватарку вы заслужили далее нас разумеется без каких-либо объяснений сразу же перебрасывают в меню выбор уровня где мы можем видеть босса необходимое число очков для набора и прочую инфу честно я безумно обожаю когда игра на обзор состоит из уровней из-за этого игру гораздо легче записывать футажи легче сортировать а само производство ролика по ощущениям более не похожи на ректальную садамию ну да проще для себя план выстроить эх вот бы в реале стримеры также бились бы за донатики я бы посмотрел как папич до смерти забивает хесуса палкой полукопченый а мэтт доедает хесуса а не злочи дабы да дабы не ломать вам мозги я бы не любит он стримеров ищет какого-нибудь булдыгу дабы проспонтировать его кровавые уродивые потешности в данном месте просто стример стример рознь далеко не все действительно достойные стримеры становятся очень сильно популярны да и далеко не все я считаю безотносительно того считаю или не считаю перечисленных стримеров достойными я их не смотрю я даже не знаю логично я все пытаюсь вспомнить имя и фамилию человека манчкина точнее мейн куна помнила холбой на другого зачем ну потому что это так или иначе принесет прибыль неким влиятельным людям хотя как именно непонятно вы бы ему хоть на сраку прилепили бы баннер кранчи где сейчас собираются заказы на абсолютно прекраснейшие футболки это не реклама мне не платили денег просто я по-братски оказываю ветлу чисто маскулинную помощь кранчи и футболки скорее покупай и ближайший прохожий тебе сделает сосай сам же спонсор видимо хотел проспонсировать данного челика как вдруг внезапно появился наш герой и начал доказывать что он заслуживает донатиков куда больше чем очереднярский сиси бой да вы что он заслуживает донатиков куда больше чем очереднярский сиси бой ясно понятно на сайте бонус Субтитры делал DimaTorzok Номер поясняет про стажеки, что он как спонсор будет обеспечивать его оружием и классными приколюхами, а задом пояснит, чё почём, хрен кирпичом. Вам деньги, пожалуйста, для меня нужно поесть. Именно тут, под оры комментаторов и забойную музыку начинается самый настоящий арт-хаусный трэшак. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Данный типаж музыки я называю биток для донжонской качалки, хотя есть вероятность, что из-за подобных мотивов вы переборщите с весом и порвёте себе жопу. Но теперь немного кратко про суть всего происходящего конкретно сейчас. Номер 13 готов обеспечивать Джека оружием и приколными, если тот будет всё делать красиво, зрелищно и чтоб шок-контент так и пёр из всех щелей. Играйте дальше, причесывайте, играйте своей молодёжной. На самом деле в этом и есть вся суть большей части игры. У нас есть уровень аттракцион полный звездеца, ходите, мачите, веселитесь, рофлите. С каждой же новой кучей накопленных поинтов вам будет открываться всё больше возможностей, как, например, Кровавая баня. Челлендж. Ох... Блот баф? Или Блот бас? Ох уж это сочетание TH. Блот бас. Блот бас. Подобный типаж персонажей я называю драматичный Гуталин. Я такие персонажи называю просто сутенёр. Да. А я всё ещё пытаюсь вспомнить имя. Настя Кабр... Рон Перлман. А, точно, Рон Перлман. Бывает. Я уже и Матса Миккельсона вспомнил, и Дэвида Харбора вспомнил. Но Рон Перлман в голову мне не шёл. Абсолютно. Кровавая баня является лайтовым способом по пасту набрать как можно больше очков себе в очко. Весьма полезно, если переигрываете уровни, дабы побить свои внутренние рекорды, или же вы просто шизоидный спидранер, который живёт во временной залупе. Ворона залетела в турбину самолёт. После метания мяса в турбину, наконец-то, открывается Подольский вокзал. Можно даже сказать, что сам уровень начинается только сейчас, и всё до этого было лишь парой по обучению маленьких любителей экстремизма. Подобную теорию, кстати, подтверждает ещё тот факт, что на нас вешают... Наушник этого. А я думаю, чё это было вообще? Чё за звук? Я думал, это ОББ в видосе. ...маленьких любителей экстремизма. Подобную теорию, кстати, подтверждает ещё тот факт, что на нас вешают 30-минутные ограничения по времени. Сами уровни проходятся за минут 15-20, и, видимо, данный элемент сделан, чтобы игрок бесконечно очки для рекордов не фармил. И это, кстати, имеет логику, ибо, как я подметил, противники в большинстве случаев не заканчиваются вообще. Бесконечная орда идиотов всё прёт и прёт, а челик гибнут с изящностью джеркового клоуна. Благо нам открывается очередной новой кроваво-банный челлендж, слегка скрашивающий бесконечную резиню. И опять его закинут сейчас. Вообще, первый уровень самый показательный, и на его примере можно понять, какова вся игра по сути. Совершаем военные преступления, веселимся, открываем челленджи, снова веселимся вдали атаку в виде Женевской конвенции, а потом идём валить босса. По такой формуле построены почти все уровни, и сама наша жизнь в принципе. Прекрасные катсцены. Из-за стилистики и манеры игры все ролики воспринимаются как весьма странный кетаминовый перфоманс в мозгу помирающей анорексички. Сравнение ББ... на грани. Он же филолог. Точно. Ты просто никогда не бухал с филологами, поэтому... Нет, нет. Нет уж. Какой... Ты красавчик ты однако. Мда, бензопилой спилить. О, типа не все слэшеры такие. Ну да. Я тебя подбью. Я тебя подбью. Тебе насчет боссфайтов. Воссов тут будет много, но не ожидайте какой-то мощной глубины монашеской впадины. Просто бей, уворачивайся и побеждай в дворово-алкашных квиктайм-ивентах. О, вот оно. Происходит мэтворлдовский гачи-момент. Это невероятное. И под конец боссфайта необходимо совершить лютое эффектное добивание на радость больным на голову шизоидам на зрителях, которые небось уже весь чат заспамили поп-чампами, гусями, сюрикенами и пастами про единственного зрителя. Финишки. Без головы. Божечки ты мой, насколько же это было прекрасно, вау. Каким же гениальным творением был вид. И да, сейчас есть джургоны, которые по сути являются мини-версией нунчаков, но увы. Времена такие, что подобные контроллеры используют не для игры, а больше для пихания срекотан. Следующий на очередь в Даунтаун с неким ковбойчиком по имени Иуда Чуах. Ха-ха-ха, кошерно. Если что-то существует в виде небольшого предмета, рано или поздно оно окажется какого-нибудь мужика в жопу. Не обязательно мужика. В основном. Особенно если оно вибрирующее. Хирурги не дадут соврать. Они всегда купались, случайно упали, в ванной заплыло. Без смазки, случайно, в ванной заплыло в жопу. А со смазкой что, типа, заплыло бы не случайно? Или не заплыло бы? Ну, со смазкой точно не случайно. Что-то, как-как-как это? Это же... Особенно если эти предметы вибрирующие. И не только, особенно если они цилиндрической формы. Медик. Повещает. Жека решает запустить некий фейерверк в Тихарину от номера 13. Тот же, в свою очередь, бугуртит внезапного исчезновения бомжа с пилой руки. Потому что вне камер может случиться какое-нибудь эпичное убийство. А это, считай, минус танцюкские реалы. Так, ну теперь, когда вы в курсах за игровые основы, я, в принципе, особо не буду заморачиваться с пояснением. Жека оказывается на всё такой же типичной арене. Противники убиваются, трэш-стрим продолжается, а я же постепенно нунчаками разношу квартиру. Жека засунул чела в парашу, а потом захлопнул его другой парашей. Уничтожил как дешёв. Вообще, моментов, когда я говорил гениально, было очень много. Стоит похвалить разработчиков, придумать и реализовать нечто такое сложное. И то, что у них получилось, поражает меня в самое кокоро. На этом уровне, кстати, нам снова открывает приколюшный... Ля, кокоро! Ммм, интересно. Да сколько у них этих сутенёров? Не знаю. Они их это, выращивают специально, что ли? КЗ. Я такой просто задумался. Интересно. Бэбэй говорит кокоро, потому что он слышит кей-поп или смотрит дорамы. Ни то, ни другое. Потому что, скорее всего, смотрит аниме. Кокоро, это же по-японски. А, это по-японски? Смотрит аниме, но он стебёт аниме. Ну, стебёт аниме, а они больше всего и смотрят аниме. Ну, кстати, да. Три челленджи, в ходе которых Абэму всё так же кроваво угнетают. Просто говорила, я поэтому и думал, что на корейском, а не на японском. Мдааа, выйдет такая игра сейчас. Твиттерские мейнерные неженки в конвульсиях бы на пол пустили жидкого. В конце снова случается босса в лице достаточно пижонистого ковбойлоча, который очень быстро умудряется словить ляпоса по своей физике. Что с твоим пончо? Ты что, с собой игрался и забрызгал его? И забыл постирать? Игономии от нашего мастера перфомансов. Ага. Да, я понял. Ох. Жесть. В террасе. До гостей. Кос? Комментаторов, кстати, озвучили Грейп Рубс и Ди Маджо. О первом вы вряд ли слышали, а вот второй вам знаком вполне, ведь именно он озвучивал Бендера, Жеку из вампиров, Жеку из времени приключений, Жеку из Бэтмена и многих других. Данный факт неплохо так добавляет ценности в меметичность игры. Мы уже на третьем уровне, и конкретно тут игра внезапно отказывается от своей типичной формулы. Вместо того, чтобы снова оказаться на очередной арене, Жека садится на свою Яву и начинает устраивать резню на дороге. Самое смешное, что ничего на этой дороге, кроме покатушек, не будет. Как бы да, в конце будет босс, но всякие челленджи и другие приколы почему-то нам недоступны. В любом случае, босс, оказывается, какой-то бейсон из тридфайтера, у которого вместо рук огромный, мать его, турбины, с помощью которых он умудряется вызывать смерч и превращать арену в Донецк. Кстати, да, на байсон, на повторе. Уход в керач. Да. Это просто максимальнейший, максимальнейший мускулинный шок-контент. Ко всему этому достаточно забавляет факт, что это ведь игра буквально первая игра студии Platinum Games. И для первой игры это просто что-то с чем-то. Я действительно не понимаю, что пошло не так и почему игра провалилась. Походу, в этот раз игроки реально показали себя с максимально узколовой говноедской стороны. Почему он орёт? Хотя, ладно, почему я вообще задаюсь этим вопросом? Ну там же только голова осталась, она орала. Для эффекта. Благо, после этой битвы Жека созванивается с некой тяночкой, и у них случается разговор по душам. Оказывается, что Жека не самый обычный кровавый булдык, агрыкающий с убийства, нет. Он что-то вроде мужика на деле. Мухтар телесварщика, который расследует непонятный вирус, убивающий людей. А тот фейерверк на деле оказался ракетой с пробником местного воздуха. И именно на этом моменте игроку становится доступен новый район. Да-да, игра прям реально разнообразная. Всего в игре 5 разнообразных районов, отличающихся по дизайну и тематике. И конкретно сейчас мы отправляемся в азиатский таун с шурмичными и с мужеством кафешек под названием Узбечка. Увы, но тарантиновские диалоги прерываются спасением внезапного гражданского санитара, и скаченка, который без понятия вообще, что здесь делает. Как ты туда попал, парень? Вам лучше не знать было бы. С этой завязки начинается экшен, а спасение санитарки будет длиться аж 3 уровня. Конкретно сейчас разработчики пытаются выставить Жеку эдаким героем боевика, но при этом героем не типичным, а самым настоящим постмодернистским ублюдком с типажом карателя или же бутчера. Мне же такой подход нравится максимально, ибо когда очередной человек говорит «Нет, нам нельзя убивать, это неправильно, мне охота блевать». Ну и далее все как обычно. Жек устраивает ад Израиль всеми доступными способами, избивая черепашку по имени Наташка. Господин Черный Барон передозируется газиками шампанского от Абрау Дюрсо, а в конце же случается босс-файт между перформанс-артистом и милой анимешницей по имени Рин-Рин. Капец у нее веера. Мне уже как минимум интересно посмотреть, что на ней за фаталочка будет. Господи, зачем же все красиво выглядит? Это стилистика, перемешку с экшеном, и музыка вряд ли кого-либо оставит равнодушно. А я же буквально смотрю, как Столивар избивает Алину Рин. В шоте сделала Алина. Этот, как его. Да, было бы, конечно, круто увидеть переиздание такой игры. Полноценный ремейк. Но только не на Wii. А на всех нормальных платформах, где нормальный графоний. На современном. Ну просто на Wii графоний неплохой, но они довольно слабые по факту. Ааа. Красота — это искусство. Разрабам реально удалось под видом сратого битэмапика на Wii преподнести артхаусное безумство. Вы, конечно, можете сказать, что я преувеличиваю, и возможно так и есть. Но тогда я совершенно не понимаю, откуда у меня такие эмоции. У меня какой-то секс с ней происходит, и у ББ я тоже. Прощай, анимештинца. Я тоже насладился каждый моментом ломания твоего е... Тут же мы сразу перескакиваем на уровень пятый. Поистование идет полным ходом. В частности, сейчас случается момент лайтового философского срача между Жекой и номером 13. А именно 13 пытается понять, почему Бензопилыч не взял врача и не ушатал его головой об угол ближайшей беляшной. И вот вроде бы более-менее случается высокодуховный момент, как на нас сразу же обрушивается геймплей, где мы должны спасать похищенных кейш и избивать помешанных на хинтайных модах ниндзя. Какой смысл убивать беззащитного человека, который будет от тебя убегать и прочее? В этом нет ни чести, ни зрелища. Ага. Говорится. О, спасибо! Окей. Ладно. Со стороны, подобные диалоги вкупе с геймплеем могут показаться бредовыми и достаточно затянутыми зашлычок сделал. А на меня считай, что это своеобразная фишка игры. Не особо понимаю, почему многие из-за бугорной обзорщики говорят, что конкретно тут сюжет чисто для галочки и особой роли не играет. Такое ощущение, что эти люди просто не поняли, в чем прикол, или же просто думают спинно-полупопичным мозгом. О, а вот и наш любимый черный барон, часто умирающий от руки тиктокерской и ерлы. И ушла. Красотка. Блин, вот это я понимаю челленджи. Не то, что эти зумерские увлечения, как кушение тайтподов или же пихание писюна в гайку. Сердечко. В конце уровня все так же поджидает босс. В данном случае его зовут Сёгун. Господи, до чего же это все вау, 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 чики-пау. От этого боя энергия какая-то какого-нибудь жужу файта. Ясно. Ну вообще да. Ожидаемый Сёгун также падает под мощной лапищей бомжа в Кожанке. А я же в очередной раз ловил эстетический приход. Капец, кровище. Теперь случается сюжетный момент, плавно напоминающий немного другой игру от этой же студии, а именно МГ Райзен. Кстати, если вы хотите продолжение МГС и всему ему сопутствующее, то ходите дальше. В этом МГС Райзинг надо пройти снова. Маму и specal. 13 окапываются дабл. Ух, здоров! Нех�ааа Ох, спасибо. Что ты ещё кастюн�� iterr Еще и тебя поливал. Бывает. Я не нащекотюнькался. У меня в правой ноздре опять началось свербение внезапное. У меня так периодически случается. После прошлой субботы. Валято. Балдыги, зачитывайте умудрый щитпост на тему, что так-то подобная дичь происходила всегда. Гладиаторы, битвы, воины. Подобные батл-рояли устраиваются уже чуть ли не две тысячи лет. Кровавыми побоищами решались споры стран, наций, народов. Зачем убивать миллионы, если можно решить конфликт минимальной кровью? И вообще все это не более чем проделки неких вышестоящих сил. Хотя вот конкретно спиртильный дозор длится не две тысячи лет, а чутка поменьше. Это я к тому, что Джефферсон Айленд далеко не первый случай подобных игр. Только вот все игры до этого имели свою цель и случались где-нибудь в пустынях, вдали от гражданских, дабы решать, допустим, кому достанется Крым. Это какой-то совершенно иной уровень сюжета за авторством японского Сорокина. Ну, если вспомнить, что фильм Королевская битва японского производства, и, по-моему, насколько я помню, на основе манги, если я ничего не путаю, то все как бы сходится. Ну да, ничего удивительного. И, собственно, от названия этого фильма и пошло название жанра. Это хорошо быть дома. Именно тут игроки, а именно мы с вами, должны совершенно внезапно осознать, что все происходящее для Жеки далеко не в новинку. И первая часть рассказа про Гомодворл заканчивается, дорогие мои. Надеюсь, вам понравилось, верительное. Да, и так полчаса. Не зря все эти игры за бугра заказываю, не зря. Следующая часть выйдет скоро, а я же пока что могу лишь предложить вам поставить ролику лайк. В любом случае, я отправляюсь прямо сейчас, прямо сейчас писать продолжение. Выйдет оно, скорее всего, до конца этого месяца, да. Ну, а на сегодня писать продолжение. Выйдет оно... Скорее всего, до конца этого месяца, да. Да, это удивительно работает. Ну, а на сегодня все, дорогие мои. До скорых встреч. Одновременно танцешься, играешь и играешься. Ну да. ББюшка. Ага, вы думали все, а нет, не все. Теперь точно все. Спасибо за просмотр, надеюсь понравилось и было интересно. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok